Девчонки, всем привет! Сегодняшнее видео у нас будет посвящено моим средствам для ухода за кожей лица и тела. Я знаю, что многие из вас любят подглядывать вот в такие вот ванные комнаты и узнавать, чем же девочки пользуются. Сегодня я расскажу про свой такой девочкин туалетный столик и покажу средства корейские в основном, которые я использую в своем уходе. Если это видео вам интересно, обязательно оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Итак, давайте начнем с дневного моего ухода. Утром я просыпаюсь и умываюсь обязательно пенкой. Точнее, это гель вот такой вот у меня сейчас. Очень мне нравится фирма The Siam. Называется Max Perfection Brightening Multi Cleanser. Это умывалка с витамином С. Мне очень нравится, как она работает с моей кожей. Она прекрасное ощущение свежести дает. Слегка апельсинками пахнет. Приятно и после вкусе оставляет, скажем так, на лице. Хорошо убирает загрязнения, которые есть на лице. Вот эти вот остатки крема и так далее. И подсвечивает слегка кожу. Легкая, очень-очень приятная свежесть оставляет на лице после умывания. И это такое прям 100% утреннее средство для меня. Дальше. Дальше я обязательно в течение трех секунд наношу тонер. У меня просто перелит в баночку, в другую. Это наша знаменитая водяная бомба от фирмы Secret Key. Тонер с 15% гиалуроновой кислотой и кислотами в составе. Я делала видео отдельно про это средство. Очень его люблю. Просто перелила в маленький объем. Его использую ладонями, похлопывающими движениями наношу на кожу лица. После этого, когда тонер впитался, я использую такую вот сыворотку. Использую ее днем. Это Misha Time Revolution Vitality Serum. Мне нравится это средство, потому что полно здесь разных антиоксидантов. Очень красиво подсвечивает кожу лица. Очень красиво оставляет свечение после себя. Кожа мягкая, кожа очень ровная, гладкая. Хорошо ложится макияж после нее на кожу. И вообще накопительный эффект имеет средство. Мне нравится, как оно работает на моей частности коже. Особенно зимой. Летом, наверное, слегка плотновато оно будет для комбинированной кожи. Внимание. Дальше. После сыворотки я обязательно использую крем на область вокруг глаз. Сегодня у меня вот такое вот средство от фирмы Skin Food. Это Salmon Brightening Eye Cream. Не могу сказать, что это супер крем. Вообще он идет от темных кругов под глазами. И изначально очень много отзывов на него положительных, где девочки говорят о том, что он избавляет от синевы под глазами. У меня она очень активная. И я ищу всегда для себя какие-то средства, которые помогут мне в борьбе с этим. Пока, честно говоря, вот это точно не то средство, которое я могу рекомендовать. Оно имеет такой слегка розоватый подтон, если видно. Должно, по идее, немножко маскировать синеву, но, к сожалению, этого не делает. На сегодняшний день я пока не влюбилась в этот крем. Он слегка такой плотноватый, но при этом не дает полноценного увлажнения, к сожалению. То есть это не то средство, которое я могу вам рекомендовать. Оно какое-то вот ни два, ни полтора. У него запах непонятный. И в целом вообще средство не мастхевное далеко. Не могу пока вам его советовать. Если оно разойдется и мне очень сильно понравится в будущем, я обязательно дам вам знать и расскажу в своих фаворитах про него. Дальше. Продукт, который я использую после сыворотки, когда она впитается, это вот такая вот эмульсия. Это старая версия Суперакова Миша Hydrating Emulsion. Сейчас это называется линейка Iced Tear. Это перевыпуск, это старая. Как я уже сказала, банка стеклянная. Сейчас она такая пластмассовая идет. Эмульсия очень питательная. Для жирной кожи точно не подойдет. Это супер увлажняющая, супер питательная эмульсия. Она подходит на зиму. Она подойдет в качестве соло-крема для комбинированной кожи. Для очень жирной даже можете не рассматривать. Будет оставлять жирный блеск и не впитывается до конца. Для сухой кожи и для обезвоженной. Это просто находка. Я наношу под крем обязательно. Соло мне не хватает этого средства. Под крем очень нравится, как она помогает крему работать и дает то необходимое увлажнение, которое нужно коже в течение дня. Если есть какие-то высыпания, то я использую крем с улиткой. Вот такой вот от Mizon. All-in-One Snail Cream. Здесь 92% муцина улитки. Хорошее средство. Имеет природную гликолевую кислоту в составе. И очень хорошо работает с какими-то маленькими высыпаниями. Если есть неровности на коже лица, обязательно наношу это средство. И оно всегда меня спасает. Ну и соответственно дальше я наношу декоративную косметику. Если не использую декоративную косметику, наношу санскрин. Санскрин обязательно 50 я использую. Просто не принесла. Сейчас он у меня тоже корейский. Дальше. Вечерний мой уход более такой, скажем, концентрированный. Вечером я сначала смываю свой макияж. Сейчас у меня мицеллярная вода. Но я обычно использую гидрофильное масло. Больше люблю. Все-таки мне не нравится заморочка с ватными дисками. Я больше люблю крема для очищения и гидрофильное масло. Я использую после этого обязательно какое-то средство для умывания. То есть у меня двухэтапная система очищения. Люблю вот такую умывалку от фирмы Миши. Суперакова. Refreshing Cleansing Foam. Она такая базовая. Очень хорошо очищает кожу. И при этом ее не сушит. Базовая вещь. В принципе, довольна ей. Дальше наношу какую-то очищающую маску. Сначала перед очищающей маской я люблю использовать пилинг. Это не лучший, скажем так. То есть, точнее как, он очень хороший по своему действию. Нравится, как он увлажняет кожу. Он ее смягчает и вообще питает. Но так как у меня очень мало времени и у меня есть ребенок, я абсолютно не могу точно заморачиваться долго со средствами. Это средство все-таки довольно заморочено. Его надо на 10-15 минут оставлять на лице, пока оно пропенится. Потом его надо скатать. То есть, ну, это не самое мобильное средство. Но в целом работает неплохо. Именно вот по своим функциям. Дальше я люблю наносить очищающую маску. Сейчас использую вот такую черную от фирмы Миша. Неплохая. В целом, она неплохо работает. Есть очень большое количество фанатов этой маски, которые реально ее прям боготворят. Она очень многим помогла спасти лицо. После этого я наношу обязательно какой-то бальзам для очищения пор. Вот в частности, например, вот такой вот мне очень нравится. Вот Тони Молли. Это бальзам, который работает на очищение пор, на то, чтобы вытаскивать черные точки. Наносите на Т-зону, и он дает разогревающий эффект. И все ваши поры остаются на поверхности. Очень крутое средство. Прям вообще мне очень нравится. Распробовала я его и прям обязательно повторю. После этого обязательно я протираю лицо каким-то тоником. Кислотный тоник. Вот такой вот мне нравится от фирмы Cosrx. Это High BH2 вида кислот. Здесь вот это средство я люблю использовать. После того, когда я все маски свои закончила. И после этого я могу вместо этого тоника нанести свою нареву. Мне нравится тоже кислотное средство. И после этого я использую обязательно сыворотку. Сыворотка моя вечерняя. Это вот эта улиточная сыворотка от фирмы Secret Key. Она очень хорошо опять-таки работает с какими-то неровностями, с высыпаниями, если есть. Выравнивает тон кожи. Очень хорошее средство и быстро впитывается. Потом снова я наношу эмульсию. И после эмульсии я наношу уже какой-то свой крем. Сейчас я использую питательный крем от фирмы Super Aqua. От линейки Super Aqua фирмы Misha. Очень мне нравится это средство. Для обезвоженной сухой кожи. Просто must have на зиму. Потрясающе работает. Если мне не хочется наносить крем соло, то я использую под крем. Вот такое вот масло я про него рассказывала. Это фирма Nisfree. Это Canola Honey Oil. Очень хорошее средство. Очень мне нравится. У меня уже половина, наверное, использована. Вот можно видите. Я действительно очень сильно его люблю. Оно улучшает действие любого крема, который вы нанесете сверху. Потрясающе питает вашу кожу, восстанавливает ее за ночь. И кожа на утро восхитительно такая ровная и напитанная. Также иногда я использую свои ночные маски. Вот здесь стоит моя одна из любимых. Это улиточная маска Misha. Здесь одна из моих тоже любимых. Коллагеновая маска Secret Key. Очень ее люблю. Она круто увлажняет кожу и восстанавливает ее хорошо за ночь. Здесь есть крем от фирмы Misha. Тоже с кислотами. У него очень приятный легкий аромат. Это тоже ночная маска. Ее часто не использую. Использую, может быть, раз в неделю ее максимум. В целом, очень-очень легкий такой эффект дает. То есть никакого пилинга, если честно, я от него не вижу. Это больше именно увлажняющая такая маска. Но вы знаете, что там есть кислоты. Поэтому, может быть, эффект плацебо сработает. Но я больше люблю более агрессивные средства, кислотные. И моя любимая, это не корейская штука. Обожаю это средство. Это Liquid Gold. Гликолевая кислота. Практически в чистом виде. Очень крутая штука. Потрясающе шлифует лицо. Если есть какие-то подкожники, высыпания, гениальным образом за две ночи все это дело у меня убирает. Ну и для тела я сейчас люблю использовать такой вот гель Алоэ Вера. Он без спирта. Хорошее средство. Быстро впитывается и прекрасно увлажняет кожу на теле. Можно и для волос, и для лица использовать. И мой любимый на сегодняшний момент крем для рук. Это Миша. Вот такой вот с кокосовым маслом. Очень крутая штучка. Быстро впитывается. Потрясающий запах. Имеет уже третья моя упаковка. Очень ее, его точнее, очень люблю. Вот, девчонки, это были, наверное, основные пока средства, которые у меня сейчас на полочке в ванной. Очень многое заканчивается. Поэтому в скором будущем появится новое видео про мои уходовые средства. Если это видео вам понравится, обязательно дайте меня о нем знать. И я буду почаще снимать такие продукты, такие видео, показывать свои продукты для ухода за кожей лица и тела. И жду обязательно ваших комментариев. Спасибо за ваши просмотры. И увидимся в новой части видео. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.